В России подошло к концу всенародное голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию. Финальным и основным днём стало 1 июля. В Тверской области в этот день также работали все участки. На одном из них, расположенном в Тверской библиотеке имени Горького, свой гражданский долг исполнил губернатор Игорь Руденя. Голосование 1 июля, как и в предыдущие дни, проходит на 1155 участках. Они расположены на территории 11 городских, 9 муниципальных округов и 22 районов Тверской области, а также на 22 участках в местах временного пребывания граждан. Важной приметой нынешнего голосования является соблюдение мер санитарной безопасности. Всем при входе замеряют температуру тела. У меня она? 35,9. Далее всем входящим обязательно брызгают на руки дезинфицирующие средства. Ну и всем также дают обязательно маски и перчатки. Всем, в том числе и нам, журналистам. Ход голосования в Тверской области контролируют свыше 6000 наблюдателей от Общественной палаты Верхней Волжи. Это представители разных политических партий, НКО, самовыдвинувшиеся активные граждане. Региональный комитет по делам молодежи подготовил более 1400 добровольцев. В рамках проекта «Выборы доступны всем» в дни проведения голосования волонтеры помогают маломобильным гражданам, в том числе и в удаленных населенных пунктах. Особое внимание ветеранам. Они могли принять участие в плебисците, не выходя из дома. Как, например, участник Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич. Я сегодня отдаю голос за нашу Конституцию, за ее доброе дело, что в этой Конституции будет отражаться, как для государства, так и для всего народа. За поправки в основной закон страны сегодня также проголосовал почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов. Мы все отдаем свой голос за то, чтобы наше государство было прочно, едино, фундаментально, основательно. Голосуем за те поправки, которые нужны для нашего государства, для каждого человека, для каждой семьи. Среди участников голосования в этот день был и губернатор Игорь Руденя. Свой гражданский долг он исполнил на избирательном участке номер 1015, расположенном в библиотеке имени Горького. Голосование проходит в очень позитивной обстановке. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить жителей нашей Тверской области, всех городов, муниципальных образований за активное участие, которое они принимают в голосовании, за участие в голосовании. Эти поправки закрепляют все позитивные события, произошедшие за практически два десятилетия, за последних. Напомним, что с 25 по 30 июня голосование проводилось как на участках, так и по месту жительства, на предприятиях и в организациях, на придомовых территориях. 1 июля стало завершающим днем. После закрытия участков начнется подсчет голосов. Предварительные результаты общероссийского волеизъявления на территории Верхней Волжья будут известны утром 2 июля.